Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рецепт орешков, которые не только не вредны для вашего организма, а в них еще остаются куча разных витаминов и микроэлементов, которые будут полезными вам всегда. Готовятся они буквально за 10 минут. Я делала совершенно маленькую порцию, просто для ребенка вот по-быстрому что-то нужно было. Сейчас сидим все дома, и поэтому нужно было что-то сейчас хоть тресни. Поэтому я буду делать вот так. У меня здесь будет на желток, можно делать на целое яйцо. Я на один желток добавляю чайную ложку кокосового масла. У меня здесь вот нерафинированное кокосовое масло, оно такое с запахом кокосовым, это очень приятно. На яйцо на целое где-то нужно полторы чайные ложки кокосового масла. И теперь буду добавлять коктейль. У меня здесь смесь коктейлей, у меня здесь печенье крем-брюле, я просеиваю, чтобы брать вот эти вот шарики. Оставлю их до следующего раза. И замешиваю. На один желток я положила две ложки коктейля. И немножко мне еще понадобится на подпыл, когда я буду замешивать наше тесто. На целое яйцо нужно около пяти-пяти с половиной ложек коктейля. Вкус вы выбираете такой, как вам нравится. Ну, я думаю, с печеньем сюда в самый раз. Ванильный тоже будет замечательно. Тесто еще немножечко липковатое, поэтому его нужно домесить. По факту тесто должно перестать липнуть к рукам и должно вас хорошенечко замешивать. Вы поймете, о чем я говорю. Оно должно быть мягким, эластичным, но при этом уже не липнуть к рукам. Подпыляю точно так же коктейлем по вкусу. Тесто очень приятное, уже не липнет, вы видите, на руках ничего не остается и при этом очень эластичное. Отправляю его ненадолго в холодильник. Пускай полежит, тем временем я приготовлю начинку. Здесь не принципиально, можно в принципе и готовить сразу. Но пускай немножечко полежит, оно даже чуть-чуть уплотнится. Такой маленький колобочек получился. Этого колобочка у меня хватило на 6,5 орешков. Единственное, что половинки улетали еще до момента моего наполнения им. Для начинки я буду использовать тоже кокосовое масло, 2 с горкой такие чайные ложки. И сюда тоже добавляю коктейль. В этот раз у меня здесь печенье и дыня. Я уже просевать ничего не буду, хочу, чтобы внутри у меня вот эти шарики хрустели. Тоже где-то 2 ложки, но здесь я ориентируюсь больше на сладость. Можно добавить немного овсяно-яблочного напитка, он более сладкий. Поэтому масло у меня комнатной температуры, поэтому оно жидкое. В комнате у меня сейчас больше 26. Я просто пальчиком пробую на сладость. И дальше мне нужно будет поставить эту массу в холодильник до ее такого немножечко уплотнения, чтобы можно было хорошенечко наполнять наши орешки. Сейчас она жидкая, поэтому нам не подойдет. Разогреваю вот такую орешницу, у меня еще советская, поэтому она на плите у меня разогревается. И совсем капельку-капельку смазываю кокосовым маслом. Но у меня эта орешница частенько в работе, поэтому к ней приставать не должно. Но на всякий случай. Наше тесто полежало. Отщипываю небольшой кусочек теста. И укладываю в ямочки. Обязательно, орешница не должна быть уже горячей. Она должна чуть-чуть до этого у вас разогреться, но не должна быть горячей. Иначе у вас очень быстро сгорят ваши орешки. А нам нужно, чтобы они подольше пожарились. Мы накрываем и заживаем хорошо рукой, потому что они потом начнут поднимать крышку. И жарим с двух сторон. Смотрим и периодически заглядываем, как они себя ведут. Повторюсь, орешница сама должна быть сначала холодная. Мы отправляем туда шарики и потом уже нагреваем ее на огне. Периодически заглядываем. Если вы отправите сразу горячую орешницу, они у вас моментально сгорят и не прожарятся внутри. И вот такая вот красота получается. Они вон сами отпрыгивают. Ничего нигде не пристает. Настоящие орешки. Красота. И теперь осталось только наполнить их кремом. Крем в холодильнике полежал и немножечко уплотнился. Если он у вас поставил там долго, он стал твердым, дайте ему опять поставить при комнатной температуре, чтобы можно было наполнять, конечно же, орешки. У меня вот такой он консистенции. И еще сюда буду добавлять орехи. Они у меня довольно большие, не влезут в мой орешек, поэтому я их половиню. И тут уже все очень быстро. У меня после заполнения они сразу съедались, поэтому не могу сказать точно, сколько они могут лежать. Но хранить их лучше в холодильнике, потому что иначе у вас масло растает при комнатной температуре. Вот такие вот замечательные орешки. Это одна из тех сладостей, которые, я думаю, вам разрешит ваш консультант. Обязательно у него спросите. На самом деле вышло очень вкусно и хрустяще внутри. Обязательно попробуйте. И всем пока-пока. Живите вкусно, живите здорово.